Никто не помнит, как и когда в нашем дворе появилась эта трёхцветная кошка. Он была ухоженная, чистая, явно бывшей домашняя. Наши бабушки сразу стали её подкармливать. Кошка обосновалась в коморке у нашей дворничьихи бабы Вали. Днём она лежала на лавочке во дворе и грелась на солнышке, ночью уходила на охоту, ловила мышей в гаражах. Однажды кошка исчезла. Пропала так же внезапно, как и появилась. И только через месяц из подвала вышла кошка с двумя пушистыми котятами. На улице было лето и баба Валя поставила коробку в палисаднике для кошки и её котят. Рыдам поставила миску с водой и миску с кормом. Но, к сожалению, нашлись такие люди, которые начали ругаться, что от котят одна грязь. От корма заводятся мыши и тараканы и надо кошку с приплодом убрать из двора. Баба Валя объясняла, что как котята подрастут, их пристроят, а кошка всегда тут жила. Но злые люди не хотели ждать и в один из дней, пока кошка была на охоте, кто-то котятам перерезал шеи. Мяуканье кошки было просто ужасным, когда она пришла с охоты и увидела своих котяток мёртвыми на асфальте около коробки. Она пыталась взять их за шкирку и затащить в коробку. Металась от одного котёнка к другому, лизала их, плакала, мяукала. Всё, кто видел мучения кошки, плакали, еклом баба Валя отняла котят у кошки и похоронила их. Кошка стояла рядом и жалобно мяукала. Тот, кто сотворил это, рано или поздно получит по заслугам. Никогда обидчики кошек не оставались безнаказанными.